этого смартфона я не выпускал его из рук хорошенько протестировал и уже составил свои впечатления и готов с вами поделиться а также вас ждет бонус я буду местами сравнивать данный аппарат еще с одним очень удачным творением от сяоми redmi 5 плюс потому что знаю что многие мучаются выборе тот или этот ну и постараюсь вам помочь кстати оба аппарата глобальной версии сравним в звуке камере экранах и автономности и вы знаете я был местами конкретно удивлен сравнивая эти аппараты но обо всем по порядку поехали сначала о ценах брал по акции еще когда глобальная версия была предпродажной в марте версия 464 обошлась в 220 долларов в черном цвете а за 200 можно было предзаказать золотистый потом цены взлетели до небес на баксовые так 100 сейчас медленно наверно опускаются но и по традиции в описании укажу где покупал как redmi note 5 так и 5 плюс и лучшие на сегодня цены как видите все дошло отлично и так внешность имеем продолговатый прямоугольник с экраном в 6 дюймов в руке сидит так же как и 5 и 5 дюймовые аппараты поскольку в ширину они плюс минус одинаковы толщина очень комфортно 8 миллиметров карман оттопыривать не будет а вот если у вас любимые штаны не с глубокими карманами готовьтесь менять смарта и штаны поскольку часть его может смотреть на мир глазочком одной из камер пользовался redmi 5 плюс ощущение примерно те же теперь поворачиваем смартфон и видим двойную камеру что-то она мне напоминает вам тоже правильно мой советский удлинитель откуда они узнали о нем еще и купертиновцем он тоже приглянулся в айфоне ведь такой же дизайн камеры ладно шутки шутками но все у меня нравится такое решение я бы не ругал такое расположение и внешность камеры вполне симпатично выпирает не сильно и чехлом закрывается разве что по столу делает качели если понажимать на экран это не очень удобно тут же сканер отпечатков он очень шустрый но проблему сиоми с ними в последнее время вообще нет фейс айди пока не завезли то что отсутствует type-c не новость такая у них политика со средним сегментом зато остался 35 миниджек что для кого-то может быть важнее type-c если бы он тут был попрощались бы мы с миниджеком как показывает практика вес 180 грамм и заставит ваш мизинец с правой руки почувствовать его если некоторое время держать смартфон вертикально лежа на диване ну вы поняли сборка на высоком уровне и даже с комплектным чехлом черный смартфон смотрится солидно строго презентабельно комплектация минимальна в стиле сиоми но за чехол в комплекте отдельное спасибо удобно ли будет вам пользоваться шестидюймовой лопатой до на этой булочки удобно в том числе благодаря жестом а вот носить тут кому как выбирайте карман глубже все-таки тут 6 дюймов хоть и рамки меньше чем были год назад давайте пару слов о самом экране контраст цветопередача чувствительность тут претензий никаких хорошая сочная айпес матрица также отличная олеофобка распаковки я подметил что у двух идентичных аппаратах с экранами фирмы тянма баланс белого чуть разный что ничуть не удивляет минимальная яркость отличная максимальная тоже хорошая но тут в кадре появляется redmi 5 плюс и мы уже видим разный баланс белого не знаю передаст ли эта камера но в redmi 5 плюс максимальная яркость совсем на граминочку еле-еле выше что никак не отразится на пользование аппаратами на улице оба экрана хорошо читаем и целом дисплей отличный как известно тут установлен очень сбалансированный процессор не флагманский конечно но вполне работоспособность на драгон 636 с графикой adreno 509 я бы сказал вот она золотая середина в этом аппарате он проявляет себя отлично нет задумчивости все открывается быстро оболочка летает хотя со времен снапдрагон 625 мы уже разбалованы этим явлением модель новая потому тут android 8.1 и 9.5 и обновляться будет еще долго по технической части данный смартфон можно назвать среднебюджетным игровым устройством игры типа асфальт или подобные летают и на снапе 625 630 нас же интересует две хитовые и тяжелые игрушки папк и танки папк по умолчанию игра предлагает низкие настройки на что мы не согласны на данном железе потому зайдя в настройки можно выставить среднюю графику высокая не выставляется есть тени блики чего не было на redmi 5 плюс в танках пробовал выставить самые высокие параметры что позволяет игра все-таки тяжеловато смартфону на максималках местами fps проседает до 35 и даже 25 было случались микрофризы так что для комфортной игры и уверенного fps лучше средние настройки или на максималках отключить тени и они затроп на и сглаживание убрать попробуйте а так играется все хорошо и главное что смартфон при этом не перегревается и не троттлить сильно ведет себя стабильно redmi 5 плюс на 625 драконе тоже не греется и не троттлит но тянет графику ниже конкретно в игре папка разница заметна в танках лично я кайфую играя как на redmi note 5 так и на redmi 5 плюс и до играть на широкоформатном экране одно удовольствие теперь посмотрим на датчики их достаточно такой же набор как и redmi 5 плюс работает корректно датчик приближения при разговоре всегда тушит экран но бывает что во время разговора он опять загорается то тухнет то загорается мне кажется это пофиксит в обновлении так как в redmi 5 плюс такого не замечаю кстати разговора ни для кого не секрет что xiaomi ставит неплохие динамики тут разговорный динамик очень громкий и четкий собеседники слышат тоже очень хорошо сетью проблем не было вайфай двухдиапазонный bluetooth 5 0 в глобалкой поддерживаются lte бэнды 1 3 4 5 7 8 20 gps модуль на этих процессорах всегда на высоте спутники находятся быстро даже в помещении есть соединение и компас при навигации отрабатывает корректно жаль что nfc нет было бы вообще просто идеально но такая у них политика пока что поговорим о звуке тут есть что сказать включил с youtube одну и ту же песню redmi 5 плюс из внешнего динамика звучит громко и четко но меня удивило что redmi note 5 звучит еще громче могу с уверенностью сказать что динамик тут отличный но что меня действительно удивило так это звук в наушниках и к сожалению для любителей звука в наушниках не в лучшую сторону он звучит значительно порядком так тише чем redmi 5 плюс и я был немного озадачен а ведь есть еще redmi 5 который звучит еще громче чем redmi 5 плюс вот вам такие дела в общем во вкладышах у ноут 5 звук уходит в басы их больше чем нужно да еще и тихо реально тихо даже в тех же вкладышах а если взять наушники побольше то же самое если честно я этого не ожидал и мне хотелось добавить громкости процентов 50 40 искренне надеюсь что это поправят в обновах все познается в сравнении но за это ноуту жирный минус дальше будет тоже интересно камеры тут двойная камера основная на 12 мегапикселей с апертурой 1 и 9 что указывает на неплохую светочувствительность и вспомогательная на 5 мегапикселей то что блюрит фон в портретном режиме качество фото подросло особенно по сравнению с четвертой серией и давайте заценим и сравним с redmi 5 плюс вот роза после дождя первое фото redmi ноут второе redmi 5 плюс заметили особенность redmi 5 плюс фокусируется в макро на меньшем расстоянии от объекта а значит и детализация в макро лучше это видно по кропу данного снимка на следующем снимке видим что динамический диапазон и детализация лучше на redmi ноут 5 особенно бросается в глаза темные участки делу redmi 5 плюс они совсем темные ноут же вытянул нормально на следующем снимке redmi 5 плюс сделал фото светлее но redmi ноут 5 реалистичнее небо было именно таким приближаем разноцветную будку и видим что по детализации в этот раз лучше redmi 5 плюс на этом фото снова у redmi 5 плюс картинка светлее и много пересветов вот показательное место тут конечно redmi ноут передал все более правильно redmi 5 плюс выжиг детали теперь фото в недостатке освещения на улице темнее чем на фото смартфоны пытаются сделать кадр светлее ну и тут конечно явно redmi ноут 5 справляется значительно лучше потом стало еще чуть темнее и я достал свой ми ноут 3 это я лишь хотел заинтриговать вас предстоящей битвой камер redmi ноут 5 и ми ноут 3 на нашем канале так что подпишись чтобы не пропустить скоро будет ну и портретный режим он тут неплохой разве что блюр немного неестественной я бы сказал чересчур размыт но это мелочи при искусственном освещении качество тоже вполне приемлемо что касается фронтальной камеры то тут она ощутимо лучше чем у redmi 5 плюс 13 мегапикселей и разные программные фишки и если вам важна фронталка то тут она хорошая а теперь видео фото мы видели что динамический диапазон шире в redmi ноут 5 видео видимо софтово все наоборот redmi ноут 5 в тенях вообще провал redmi 5 плюс светлее и ближе к реальности чем это связано нужно спросить китайца что делал софт под этот модуль на этом смартфоне обратите внимание на ворота на ноуте они абсолютно черные в то время как на redmi 5 плюс видно из чего они сделаны хоть и стабилизация весомый аргумент но эти провалы в тенях сильно портят впечатление пример записи видео на смартфоны redmi ноут 5 и redmi 5 плюс освещение очень плохое вечер смартфоны пытаются вытягивать картинку потому очень много шумов теперь автономность батареи честных 4000 миллиампер в этом плане xiaomi молодцы это дает нам хорошую автономность на день активного использования точно хватит играл в танки полчаса на яркости 75 процентов redmi 5 плюс потерял 8 процентов redmi ноут 5 9 кстати на ноуте стояла средняя графика на плюсе низкая видимо процессор под нагрузкой все же чуть более прожорлив у ноута что в принципе не удивительно но разница не велика полчаса просмотра youtube на яркости 75 процентов ноут минус 4 процента 5 плюс минус 5 процентов но нужно учитывать что redmi 5 плюс постоянно юзал со а ноут совсем новенький возможно батарея в плюсе чуточку деградировала на новых думаю было бы одинаково так что тут все понятно в тяжелых играх ноут будет потреблять чуточку больше в остальном автономность будет плюс минус одинаково ну что же друзья надеюсь я помог вам узнать больше redmi ноут 5 и определиться это без сомнений хороший смартфон но явно хитрые маркетологи здорово раздули из него нечто это твердый середнячок с неплохим железом классным экраном у которого появилась вторая камера для размытия фона и качество фото конечно подросло а в видео наконец-то добавили цифровую стабилизацию теперь дело за малым за ценой стоит ли брать redmi ноут если у вас уже есть redmi 5 плюс однозначно нет а что покупать решайте вы и ваш бюджет цены смотрите